Моя попытка номер два снять процесс съемки звездного неба на видео. Я тут добавила света, чтобы в принципе стало хоть чуть-чуть видно. Вот фотоаппарат. Собственно, на бок все то же самое. Но чтобы настроиться на звезды, мне придется выключить на какое-то время эту подсветку, потому что иначе мне будет ничего не видно. Сейчас я покажу, что мы будем снимать в этот раз. Здесь у меня есть фотографии. Опять же, звездное небо сфотографировано заранее. И мы будем снимать туманность кошачьих глаз. Она выглядит, значит, примерно куда смотреть я знаю, но как все выглядит. Собственно, процесс пошел. Сейчас я уже настроила фотоаппарат. Нашла нужная местная резкость. Вот наш объект. Теперь просто делаем серию снимков. Пока делаем серию снимков, я немножко, может быть, упомяну, почему я снимаю на фотоаппарат, а не снимаю на телескоп, как у меня спрашивали. Но вот даже сейчас будет видно. Видите, что каждый кадр, как я уже упоминала, немного смущается. При этом область обзора фотоаппарата намного больше, чем у телескопа. То есть вот этот участок неба в телескоп мы увидим вот этот участок неба вот так. То есть уезжать он будет еще быстрее. Соответственно, снять на телескоп можно, если телескоп моторизирован. То есть он следует за выбранным объектом и делает кадры четкие кадры, а не размазанные кадры в объекты, что вы выбрали. Немного про сам объект, который мы снимаем. Это туманность кошачий глаз. Она выглядит очень интересно в жизни, но глазами ее не видно совсем. Она в фотоаппарат всего лишь маленькая такая зеленоватая точечка. Я надеюсь, что при обработке, возможно, будет чуть-чуть лучше видно, но, в общем, гарантии нет, скорее всего, не будет. Потому что у нее очень яркий центр и очень неяркие края. Еще. Почему я выключаю свет? Ну, во-первых, он засвещает мне. То есть что мне нужно собрать? Мне нужен свет от звезд. Чистый свет от звезд без всяких посторонних источников света. То есть городская засветка, источники света на крыше. Все это будет засорять фотографию. То есть поэтому я выключаю свет у себя. Засветкой, конечно, городской ничего сделать не могу. Но хотя бы то, что я могу, я делаю. Плюс еще наш человеческий глаз не может так быстро перестроиться с яркого света в темноту. И когда я смотрю на небо, мне бывает нужно настроиться на очень тусклые звезды иногда, чтобы найти именно нужное место. Ориентируясь, во-первых, на самые яркие. Но вот конкретное местечко бывает, там нужно две-три звезды увидеть, которые, в общем, едва видно. А если вокруг светло, вот как я сейчас принесла фонарь или лампу настольную, то я просто... Оно слепит глаза и ничего не видно. Даже нужно какое-то время после того, как вышли посмотреть просто на небо, постараться сосредоточиться на этой темноте, чтобы можно было найти нужное место. Вот, кстати, этот кошачий глаз, он у меня очень с большим трудом находился. Потому что он действительно очень тусклый. Звезды, которые его окружают, не очень яркие. И, в общем, методом проб и ошибок просто сравнивая фотографии в стеллариуме. И то, что получается, наконец получилось находить это место и ориентироваться немножко, как выглядят звезды вокруг самолета. Я не попал в кадр. На видео вам не видно, но у меня небольшой ветер. И кадры по качеству сильно различаются. Есть четкие и многие такие гораздо более размытые. Ну, вот объект у нас уже уехал, сместился край до крана. Вот он он. Но после обработки, возможно, будет какой-то более значительный результат, чем просто синяя точечка. Но это не гарантия. Ну, вот погода сегодня относительно неплохая. Вот опять какая-то фиговина вот здесь влезла. Небольшой ветер, но сухо. Нет луны и нет вот этой дымки, которая мешает снимать. И фотографии получаются более четкими. Чем больше фотографий, тем лучше результат. Потому что все-все вот эти снятые фотографии будут объединены в один кадр. Я еще хотела показать, что я имею в виду, что такое городская засветка. Значит, я переставила камеру на город. Ничего не меняла в настройках абсолютно. И посмотрим, что у нас выйдет. Вот такая вот ерунда. Это город, который светится. И вот что он делает с небом. Вот аж где только видно звезды. Вот это все без мазу. Она недоступна для съемки. Глазами я это показывала. Видно как, ну, просто огоньки вдали. На самом деле вы видите, что это реально город. И он полностью перекрывает часть неба. Так же, как и с обратной стороны. Вот эта подстанция имеет, ну, не такой, конечно, эффект. Но Млечный путь она портит. Сейчас уже начинает быть видно Млечный путь. Сейчас я попробую снять одиночный кадр. В принципе, у меня объектив не рассчитан на широкий угол. Нет, не будет видно. Кстати, вот здесь есть какой-то объектик такой. Это какая-то галактика или туманность. Можно поснимать и потом погуглить, что это такое. Ну вот я поснимала немного этот объектик. И сейчас еще попробую снять вот эти огни подстанции. Опять же я ничего в настройках пока не меняла. Вот так вот оно выглядит. Вот так вот зашибись, оно мне портит еще полнеба. Ну, конечно, тут не сфокусировано на них, потому что сфокусировано на звезды. Ну, вот так вот. Так выглядит небо над теми маленькими огоньками, которые на видео едва видны. Ну, и что мы можем еще посмотреть? Можно попробовать снять Юпитер. Сейчас покажу, как он выглядит на фотографии. Ну, вот. Три видно, один спрятался. На фото, конечно, я лучше вижу, чем тут на видео. Три видно четко. Очень интересно, сегодня они выстроились так в линию. Ну, вот на этом, пожалуй, я не буду закругляться. Пойду, скину фотографии на компьютер и посмотрю после обработки, что получилось. И дополню это видео в конце фотографиями того, что вышло в итоге. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok